приветствую на канале друзья с вами белогор хочется затронуть такую интересную тему как падение с неба металлических шаров относительно недавно 31 июля 2022 года в мексике с неба упал большой шар его наблюдали множество людей шар предположительно был желтого цвета материал из которого он был сделан неизвестен вот фотографии этого объекта на нем находится некая антенка в тот же день местность куда приземлился этот странный объект оцепили военные и запретили приближаться к этому месту впоследствии этот небесный шар как его крестили местные увезли с собой представители власти а тем кто видел этот объект запретили про него вспоминать до сих пор идут споры что же за объекты падают с кто-то говорит что это останки спутников которые периодически падают с неба в 1963 году в австралии было обнаружено несколько металлических объектов они были абсолютно целы в том же году через несколько лет был обнаружен шар диаметром 22 сантиметра его нашли в аргентине гипотеза о том что это обломки спутника не совсем вписывается в реальность так как случае нахождения таких объектов были зафиксированы с 1802 года один из них произошел в нидерландах и он хорошо задокументирован в то время еще не знали про какие-то там спутники да и про космос в целом этот шар долгое время хранился в музее но потом был похищен подобные небесные объекты находили и после первой мировой войны на территории австро-венгерской империи был найден шар который впоследствии окрестили шаром из титана потому что он сделан был из одноименного материала еще один самый показательный случай произошел в 1974 году во флориде местный житель нашел такой металлический шар недалеко от леса он упал с неба и поджег возле себя растительность мужчина забрал этот объект собой положив его в машину и увез домой этот объект был диаметром примерно 20 сантиметров мужчина хранил его у себя дома и в это время происходили странные происшествия его собака стала очень беспокойно себя вести шар обладал странным свойством если его сдвинуть с места то он постепенно возвращался обратно на то место на котором был до этого шар состоял из стали и имел магнитные полюса а также излучал странные радиоволны до сих пор неизвестно что это был за объект в 1973 году на территории монголии местные жители увидели падающий объект он горел в небе яркой вспышкой и пронесся восточнее улан-батора на месте падения был найден сферический объект его диаметр 21 сантиметр а вес был 25 килограмм это не самый большой объект который находили падающим с небес сша на протяжении двадцатого века было найдено 14 таких объектов если принять во внимание гипотезу о останках спутников то можно сказать что все объекты падали далеко за пределами досягаемости космодромов также подобный объект упал в южной африке в апреле 2000 года три лежащих недалеко друг от друга металлических шара были обнаружены в 1963 году в пустыне австралии они имели диаметр 35 сантиметров вес каждого из них составлял 6 килограммов они были отполированы и не имели каких-либо соединительных швов еще одна гипотеза говорит о том что эти шары возможно родственники объектов которые время от времени откапывают на южноафриканских рудниках недалеко от городка от осадль западном трансвале были найдены подобные объекты возраст породы составляет 2 и 8 миллиона лет археологи часто находят там странные металлические шарики но они гораздо более мелкие чем шары падающие с неба диаметр трансвальских шаров от 1 до 10 сантиметров некоторые из них не имеют правильной формы в 1983 году журнал panther поведал о результатах исследования шаров из музея в клерксдорпе и шара найденного недавно в сша различия между первым и вторым оказались весьма существенным современные шары в отличие от старинных невскрываемые различается и состава металла поверхность американского шара была сделана из плава в основу которого входит титан и редкоземельные металлы такое соединение невозможно создать современных условиях за время исследования шар несколько раз оживал в кавычках он принимался едва заметно вибрировать иногда он поворачивался вокруг своей оси а однажды даже двинулся по дуге все это происходило на протяжении 12 минут шар эти как известно падают давно в 1987 году в редакцию московской газеты пришло письмо от жителя свердловской области в котором он сообщил о своей находке в 1975 году он обнаружил металлический шар диаметр его составлял 19 сантиметров он был гладкий весил он больше трех килограммов человек решил оставить этот предмет у себя через какое-то время заметил что шар иногда вибрирует особенно если включить какую-то музыку шар было решено оставить в комнате тещи она то и определила у него необычные свойства шара было дал способностью исцелять болезни он снимал у нее головные боли и боли в спине теща отмечала что после того как она прислоняла колбу этот шар она заряжалась бодростью и позитивом но потом в какое-то время наступал период отупления в кавычках как бывает у наркоманов мужчина пишет что теща приспособилась лечить шаром соседей и знакомых многим это помогало брать деньги за лечение женщина отказывалась с тех пор к их дому постоянно приходят люди в поисках выздоровления позже выяснилось что к мужчине после этого случая описанного в газете шар был изъят компетентными органами мужчине приехали чекисты по указанному адресу и находку конфисковали в 2016 году 8 января сразу три таких шара прилетели с неба они упали в разных провинциях на севере вьетнама таких шара было три первый из них имел вес 250 грамм он ударился крышу дома второй был весом 6 килограмм и он приземлился в саду третий шар самый большой из них имел вес 45 килограмм он приземлился в ручей рядом с кукурузным поле властям вьетнама пришлось оправдываться и убеждать граждан что упавшие на вьетнамские земли предметы вовсе не какие-то зонды шпионы предназначенные для наблюдений и вообще власти не имеет к этому никакого отношения по заявлениям вьетнамских средств массовой информации здесь не проводилось и в это время никаких военных учений однако ни одно из заявлений не пролило свет на причины странных падений металлических шаров из космоса так или иначе но все эти предметы были оцеплены солдатами и срочно увезены в неизвестном направлении как минимум и еще два подобных случая были зафиксированы в испании в селе класс пара и вилла вьежа оба эти населенные пункты расположены неподалеку друг от друга в районе мурсии там упали несколько объектов никто не знает откуда именно появляются эти объекты и какова их природа также в испании в валенсии был обнаружен еще один объект подобной формы в турции также был обнаружен подобных шар имеется его фотография он упал на побережье черного моря одна из наиболее активно продвигаемых версий это космический мусор такой версии придерживаются и официальные источники наса говорит о том что на орбите земли сейчас свободном полете находится более 500 тысяч единиц разного космического мусора как отмечается в некоторых случаях эти шары имеют свечение так в 2016 году житель австралийского канберра с восторгом и ужасом наблюдал как огромный шар появился в небе и на мгновение осветил все окрестности на данный момент существует несколько основных гипотез о происхождении этих шаров самая популярная из них это баки спутников вторая версия это шаровая молния третья версия это небесное явление как результат какого-то глобального происшествия четвертая гипотеза гласит что это возможно летающие аппараты то есть нло в пользу этой гипотезы есть некоторые доказательства например подобные объекты часто видят в россии где эти странные шары не лежат на земле а парят в воздухе одна из самых популярных версий это версия о так называемых звездах которые падают с неба представители теории плоской земли которым отношусь и я говорят о том что возможно эти предметы являются звездами которые прикреплены к куполу земли и периодически такие объекты перегорают и падает на землю об этом много раз упоминают легенды о том что звезды падают с небосвода и то что звезды возможно какие-то светильники с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравятся мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках